На связи Украина 365 Виднелась издалека Пропагандисты приположили, что удары были нанесены ракетами Атакамс Хотя официального подтверждения этой информации не было В то же время так называемые власть временно оккупированного полуострова заверили, что российское ПВО якобы полностью отразило атаку Военный аэродром Джанкой – это место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, пишет РосСМИ Напомним, что в ночь на 30 апреля серия взрыва прозвучала в ряде населенных пунктов Крыма На этом фоне на полуострове временно перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту В местных чатах жители Джанкой, Октябрьского, Гвардейского, Симферополя, Азовского, Новофедоровки и других поселков и городов жаловались на так называемую Бавовну В России в городе Раменская под Москвой утром 30 апреля вспыхнул склад с полиэтиленом и пластиковыми трубами Пожар охватил более 2000 квадратных метров В МЧС РФ заявили, что самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек В соцсетях тем временем публикуют кадры пожара Как сообщают РосСМИ, на складе хранились палетные стеллажи и пластиковые трубы, а также погрузочная техника и прочие системы оборудования С огнем боролись несколько часов, на месте работали десятки пожарных расчетов Пожар распространился на производственное здание и часть открытой площадки После тушения проводится проливка и разбор конструкций, заявили в МЧС РФ В британской разведке назвали последствия атаки украинских беспилотников на аэродром Кущевск, а также Ильский и Славинский НПЗ в Краснодарском крае РФ в ночь на 27 апреля Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник 30 апреля Разведчики считают, что способность Украины вывести из строя российскую тактическую авиацию является ключевой частью более широких усилий по обороне линий фронта Этот успешный удар, вероятно, приведет к дальнейшему рассредоточению российских истребителей, а также перераспределению российских средств противовоздушной обороны, чтобы закрыть пробелы Отмечается, что на аэродроме Кущевск базируется ряд российских истребителей, в частности Су-34 и Су-35 Они ежедневно носят удары по украинским позициям на передовой, в том числе с применением управляемых авиабомб Российские истребители с пораженного аэродрома и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день Значительная часть из них запускает боеприпасы вдоль всей линии фронта, поскольку РФ пытается осуществить прорывы с помощью огромной огневой мощи Украинские войска делятся с американскими спецоператорами боевым опытом, что позволяет изменить форму собственных специальных операций армии США, пишет Defense One С начала полномасштабного вторжения России более двух лет назад солдаты армейского спецназа обучили тысячи украинских спецназовцев в Польше и других странах И американские войска также узнали не только об особой стойкости украинцев, но и об уроках с европейских полей сражений, которые сейчас формируют армейские специальные операции и усилия по модернизации, пишет издание Кроме того, журналисты цитируют полковника армии США Лукаса ван Антверпа Он сидел с украинскими спецназовцами, когда поступила новость о смерти военных сил обороны в аварии на вертолете В тот же день российский танк устроил засаду и уничтожил автомобиль украинского спецназа Они нашли время, чтобы оплакать эту потерю, а потом они сказали Хорошо, пойдем поесть, рассказывает офицер Американский полковник был поражен украинским хладнокровием, но спецназовцы объяснили ему, что такие потери происходят каждый день Это разница между вашими и нашими воинами, мы теряем тысячи людей, сказал один из украинских военных Красный Крест бросает вызов нейтралитету и все больше и больше поддерживает РФ в войне против Украины Международные СМИ и расследователи установили не один факт нарушения нейтралитета со стороны Красного Креста Информирует ресурс The Guardian В прошлом году Международная Федерация Красного Креста остранила от работы белорусский офис, но они делают то же самое с российским На прошлой неделе в Женеве состоялось заседание, где было принято решение не пристанавливать работы российского офиса, а создать надзорный орган В Киеве такой шаг уже раскритиковали, как очень слабый ответ на обвинение в адрес Красного Креста Российской Федерации Из просочившихся в сеть документов становится ясно, что Кремль активно спонсирует Красный Крест на оккупированных территориях Украины Более того, сотрудники Красного Креста часто присутствовали на мероприятиях, связанных с военной подготовкой детей А в этом году Красный Крест РФ подписал меморандум с оккупационными властями Крыма об отправке похищенных в Украине детей на лечение в Артек Кроме того, председатель Красного Креста РФ Павел Савчук был членом правления Общероссийского народного фронта, владеющего торговой маркой знака Z Лубинец заявил, позиция Международной Федерации цинична Она закрывает глаза на тот факт, что Красный Крест РФ сотрудничает с лицами и организациями, попавшими под санкции, которые помогают в похищении украинских детей Российские захватнические войска 2 января этого года ударили по Харькову северокорейской баллистической ракетой, уверены наблюдатели ООН Обломки ракеты, найденные в Харькове 2 января этого года, происходят от ракеты Кандер серии Хвасон-11 Это является нарушением эмбарго на поставки оружия в Северную Корею, пишет Рейтер со ссылкой на 32-страничный отчет экспертов Трое наблюдателей не нашли никаких доказательств того, что ракета была сделана Россией В то же время в докладе Комитета по санкции в отношении Северной Кореи отмечается, что они не смогли самостоятельно определить, откуда и кем она была запущена Информация о траектории, предоставленной украинскими властями, указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации, написали они Стоит добавить, что в начале года США заявили, что армия РФ дважды била по Украине новыми баллистическими ракетами Северной Кореи 30 декабря и 2 января Накануне противник активизировался на Сумщине, но пока несет только большие потери 29 апреля аналитики из Дипстейт опубликовали отчеты ситуации на фронте за прошедший день На Старобельском отрезке противник продолжает активные штурмовые действия в районе Кислицы Известно, что оккупанты ввели новые резервы, однако успехи на этом участке фронта не такие, как это описывает в МОРФ На Бахмутском направлении противник продолжает бои в районе Часова Яра, Ивановского и Клещевки, однако пока стоит на месте На Донецком направлении у врага есть успех в районе Новоалександровки Продолжаются штурмовые действия в районе Керамика Все атаки на Новопокровск отбиты Есть продвижение врага на окраине Красногоровки В районе Поросковеевки бойцы 79-й ОДШБР нанесли удар по врагу На Запорожском направлении Работина все больше превращается в так называемую серую зону На Таврическом направлении ситуация на острове Нестрига обострилась после того, как главнокомандующий ВСО отчитался об освобождении этого участка Утром враг активизировал обстрелы острова, чтобы не дать украинскому десанту на нем закрепиться Эксперты заявляют, что самая сложная ситуация в районе Очеретина, где противник пытается развить свой успех Изначально военные эксперты были уверены, что армия Путина будет идти на прорыв обороны линии ВСУ в районе Бердычей Однако сейчас бои развернулись в направлении трассы на Константиновку Относительно острова Нестрига, то здесь виноваты штабные, которые решили выслужиться перед верхом Уверены аналитики Украина после выхода России по Черноморской зерновой инициативе летом прошлого года отправила 1300 судов временным морским маршрутом Это превышает объемы экспорта за весь год работы Черноморской зерновой инициативы Об этом рассказал пост перед Украиной при ООН Сергей Кислицев, выступая на круглом столе, организованном экономическим и социальным советом ООН По словам Кислицы, украинская сельсхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран Это превышает объемы экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы, отметил пост перед Всего из портов Южной, Одессы и Черноморск было экспортировано 25 миллионов тонн продукции украинских аграриев Добавил он, пояснив, что экспорт из этих портов достиг до военного уровня Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров, заявил Кислица В Тамбовской области местные ромы привели в пункт приема металлолома российский беспилотник «Орлан-10» Работники вызвали полицию и саперов, пишет база Правоохранительные органы выясняют, каким образом дрон указался у ромов После исследования его отправят в Москву Добавим, что «Орлан-10» — новейший российский беспилотник, разработанный и выпускаемый петербургским предприятием специальный технологический центр СТЦ Дрон предназначен для разведки и наблюдения Он может транслировать цели для поражения различными боевыми машинами, а также использоваться для корректировки артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбы МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ Семену Григорьеву в связи с массовыми случаями проявления негативного отношения к гражданам этой страны в России А также повсеместного нарушения их прав и свобод на ее территории Такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджико-российских отношений Заявило ведомство в Душенбе в понедельник 29 апреля Накануне на сайте Таджикистанского внешнеполитического ведомства был размещен комментарий в связи с проблемой граждан страны, которые находятся в зонах временного содержания нескольких московских аэропортов По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан Международного аэропорта Внукова российской столицы без обеспечения надлежащих условий находятся 954 граждан Таджикистана Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот правительства РФ, указал Таджикистанский МИД По его данным, после многочасового ожидания въехать в РФ разрешили 322 гражданам Таджикистана Еще 306 человек российские власти внесут в так называемый список выдворяемых, уже выдворено 27 человек, сообщается далее При этом подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, заявили в Душанбе Кроме того, сложная ситуация с прилетевшими в РФ гражданами Таджикистана сложилась в других московских аэропортах – Жуковском, Домодедово и Шереметьево В их зонах содержания без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев, отмечается в заявлении Тем временем российский оккупант Дмитрий Бастраков, который проводит в Украине так называемую деноцификацию Призывают устроить в России резню и очистить ее от нерусских мигрантов Да, эти люди на полном серьезе что-то рассказывают миру про борьбу с неонацизмом В социальных сетях обсуждают видео, на котором изображена пародия на главу Чечни Рамзана Кадырова, снятая в программе кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева Видео архивное, снятое в раннюю путинскую эпоху, когда Соловьев еще был оппозиционным журналистом В эфире программы обсуждают события послевоенного периода, связанные с попыткой Москвы урегулировать Вторую Чеченскую войну на Северном Кавказе На видео Кадырова называют Раскадыров, явно намекая на предполагаемое воровство денег из российского бюджета Соловьев, активно участвуя в пародии, высмеивает военное прошлое Кадырова, который на протяжении нескольких лет воевал против российской армии во главе чеченских повстанцев Однако после сделки с Путиным изменил свою позицию и перешел на сторону федералов Кстати, на фоне последних неутешительных новостей о плохом состоянии здоровья Рамзана Кадырова СМИ пишут, что после его смерти баланс террора на Кавказе может нарушиться Именно тогда диктатору Путину придется восстанавливать его военным путем Об этом пишет издание The Times Чечня долгое время была костью в горле Москвы, которую утолили благодаря сочетанию жестких репрессий и постоянному подкупу новой чеченской элиты Тяжелое положение Кадырова говорит о значительном стрессе, который испытывает политическая система Путина и о последствиях решений, принятых им в 2000-х годах, пишет издание По его данным, Путин будет пытаться организовать плавную преемственность, учитывая и другие кризисы, стоящие на его повестке дня Ведь нынешний так называемый глава Чечни Кадыров был преемником своего отца Он, по мнению издания, надеялся, что власть перейдет его сыну Ахмату, который в 18-летнем возрасте назначен министром по делам спорта и молодежи Тем не менее, фаворитом Путина является генерал-майор Апти Алаудинов, командующий чеченскими наемными отрядами Ахмат в Украине Вот почему вероятная смерть Кадырова так важна Стабильность в Чечне была куплена после войны как за счет огромных федеральных субсидий, чтобы подкупить Кадырову и остальную чеченскую элиту Так и путем баланса террора между соперничающими и присягнувшими верности Кадырову вооруженными лагерями, которые не доверяют друг другу Если попытки назначить нового лидера вызовут раскол в чеченской элите, это, скорее всего, станет не просто политическим, но и вооруженным конфликтом, говорится в материале Смерть Кадырова во многом может испортить планы Путина, ведь усмирение Чечни и Северного Кавказа, вероятно, потребует значительного развертывания российских войск Тогда диктатору придется выбирать привлечь войска в защиту Чечни ценой потерь позиций в Украине или оставить подразделение в Украине, рискуя потерять Чечню и дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе, говорится в материале Спасибо, что посмотрели это видео до конца, не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране Вместе мы сила!